В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. День донора, прошедший в Видновской районной клинической больнице, посетило более 40 человек. Я хочу, чтобы вот эта мысль дошла до всех, что кровь требуется в экстренных случаях. Памятник вождю мирового пролетариата, установленный у администрации Ленинского района, закрыт на реставрацию. Заменим элементы, которые уже не подлежат восстановлению. 27 марта отмечается Международный день театра. Отпраздновали его и в центре досуга Дроздова. Мы достаточно много ездим. Уже получили самые разные дипломы. И лауреаты, и дипломанты самых разных конкурсов. В Видновской районной клинической больнице прошел ставший уже традиционным день донора. Более 40 человек пришли в контурент-зал медицинского учреждения, где разместилась выездная бригада Московской областной станции переливания крови. С донорами побеседовала наша съемочная группа. Перед сдачей крови необходимо заполнить несколько бланков и сдать экспресс-анализ. Ввиду того, что желающих много, на все уходит порядка 20 минут вместо 10 обычных. Кто-то из этих людей начал сдавать кровь по зову сердца, а кого-то вдохновил пример другого донора. Так получилось, что в жизни у меня появился человек Сергей Сидоренко, который просто рассказал мне, чем он живет. Он почетный донор России. И я подумала, если такой человек, который живет, видно, может это делать, почему не могу делать я? И вот сейчас, на протяжении двух лет, я прихожу сюда и, мне кажется, спасаю чью-то жизнь. Желающие принять участие в дне донора должны придерживаться определенных правил. Накануне легкий ужин, а в день сдачи крови – небольшой завтрак. За 48 часов исключить спиртные напитки. Многие приходят сюда инкогнито из скромности. Но бывают и другие случаи. Юлия Евсеевой сдавать кровь не разрешает муж, хотя среди его родственников были доноры. Считает, что это очень вредно. Почему? Ну, почему-то боится, что упадет резкий гемоглобин, и я буду плохо себя чувствовать, не разрешает. Это, в общем-то, не так уж и вредно для организма, а даже наоборот. Полностью согласна с этим. И есть пример бабушки моего мужа, которая была почетным донором СССР и умерла в 92 года. В начале 2018 года отделение переливания крови в Видновской больнице реформировали. И теперь это всего лишь кабинет. Здесь выполняют только распределительные функции. Работу с донорами осуществляет выездная бригада Московской областной станции переливания крови. В прошлом году день донора также проходил 27 марта. Тогда 36 человек изъявили желание сдать кровь. У четырех из них были выявлены противопоказания к процедуре. Остальные 32 человека сдали каждые по 450 миллилитров крови. И это десятки спасенных жизней. В этом году желающих принять участие в дне донора оказалось больше. Всего пришло 43 человека. Сдали кровь 36. Семерым по состоянию здоровья было отказано. Врачи отмечают, что многие руководители, особенно в коммерческих организациях, не отпускают работников на сдачу крови, чтобы не предоставлять два дня отгулов, положенных по закону. Люди не совсем понимают. Бывает так, что когда человек с этим сталкивается, некоторые работодатели, которым приходилось помогать своим родственникам, и когда они столкнулись с проблемой крови, вот тогда они стали понимать и отпускать своих сотрудников. Я хочу, чтобы вот эта мысль дошла до всех, что кровь требуется в экстренных случаях. Медики напоминают, мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех. Следующий приезд в Видное бригады Московской областной станции переливания крови состоится 30 мая. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Памятник вождю мирового пролетариата, установленного у администрации Ленинского района, отправили на реставрацию. Однако Владимир Ильич никуда для этого не уехал. Работы начались на месте, а вокруг его монументальной фигуры вырос целый шатер. Подрядчик сделал это поэтическим соображением. Это все-таки Владимир Ильич Ленин. Мы к нему не относились и нужно уважительно относиться, потому что мы будем его разбирать и заново собирать. Поэтому решили закрыть такой глухой стеной. Памятник Ленину давно требует реставрации и после обновления он должен заметно преобразиться. Заменим элементы, которые уже не подлежат восстановлению, элементы скульптуры. Те элементы скульптуры, которые подлежат восстановлению, восстановим, ну естественно покрасим. По словам руководителя Дорсервиса Дмитрия Полежаева, в реставрации нуждаются не только этот памятник, но и многие другие. Работы начнутся по всему Ленинскому району. Такое поручение дал глава муниципалитета Валерий Бенцель. Это наши памятные знаки, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Те памятные знаки, которые на въездных группах в город стоят, это наши пушки, зенитка, танк, который стоит в Расторгуевской части. Все эти объекты будут приведены в порядок. Все работы Дорсервис обещает завершить к майским праздникам. Недетскую дату отметила Центральная районная детская библиотека. Сегодня это не просто место, куда можно прийти за необходимой книжкой. Здесь проводятся мероприятия для ребят разного возраста. Хотя и главное предназначение библиотеки при общении к чтению остается неизменным. Екатерина Борисова побывала в гостях у сотрудников учреждения и познакомилась с их работой поближе. 22 марта Центральной детской библиотеки исполнилось 60 лет. Все эти годы маленькие читатели приходили сюда за книгами, знаниями и хорошим настроением. Вот и сегодня воспитанники детского сада Рябинка пришли в библиотеку, чтобы совершить виртуальную экскурсию в Дымково и в Вятку и познакомиться с традиционными народными промыслами этих мест. Долгими вечерами делали игрушки, обжигали их в печи и по вечерам зимой дым шел из печи и деревню прозвали Дымково. Ребята раскрасили эскиз дымковской игрушки, поучаствовали в викторине, посмотрели презентацию и обучающий мультфильм. Такие занятия у дошколят проходят раз в неделю и они уже привыкли совершать виртуальные путешествия в разные города и деревни нашей страны. Я думаю, что это очень познавательно, это очень полезно детям знать не только свой город, где они родились и выросли, где живут там бабушки, дедушки, да, и где они там отдыхали летом, но и другие города, которые более-менее значимы в нашей стране. Дети на такие занятия приходят с радостью и с удовольствием впитывают новые знания. Что ты сегодня узнал на занятиях? О городе Тул, ой, Пяткин и городок Дымково. Как делать, расписывать глиняные игрушки? Часто вообще ты приходишь в библиотеку на такие занятия? Да, прихожу всегда. Ну и вот что тебе больше всего нравится делать в библиотеке? Слушать учителя. Впрочем, начиналась история центральной детской библиотеки на улице Школьной, где она располагалась в подвальном помещении. Потом переехала по адресу ПЛК-18, где занимала две квартиры на первом этаже. И только в 80-м году обрела свой окончательный дом, въехав вместе со взрослой библиотекой в только что отстроенное здание. Сейчас здесь около 4 тысяч читателей. В день библиотеку посещает около 50 человек. Приходят как за книгами, так и на многочисленные познавательные мероприятия. Работаем мы с детскими садами. Вот у нас сейчас новая программа «Сказочная лукоморья на карте России». Работаем со школами. У нас сейчас замечательный проект есть, международный проект. «Ты плюс я равняется друзья». Это четвертая школа, четвертый Б-класс. Общается с ребятами из города Минска. В эту пятницу библиотека в 14 раз подведет итоги ежегодного конкурса «Самый читающий класс». В будние и выходные здесь работает множество кружков и секций. Особой популярностью пользуются мастер-классы и занятия в научно-опытной лаборатории «Всезнайка». Много разных мероприятий посещаем, которые происходят в библиотеке. Дети приходят на викторины, конкурсы. Мы как родители сопровождаем. Нам тоже очень нравится. Но главное, ради чего приходят сюда, это, конечно же, книги. Кстати, узнать, есть ли в библиотеке интересующая книжка, можно просто заглянув на сайт. В детской библиотеке есть настоящая книжная больница, где маленькие посетители могут подлатать старые книги. А также интересная фотозона для любителей селфи. Кстати, эту лавочку сделали сами сотрудники библиотеки. Словом, сегодня Центральная детская библиотека – это не просто хранилище книг. Это информационный центр, выставочный зал, площадка для проведения занятий, интересных встреч и мастер-классов. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Виднет. Куклы-обереги, хоть и являются достоянием прошлого, в наши дни вновь обретают популярность. В Расторгуевской библиотеке специально для психоневрологического интерната «Островский» провели мастер-класс по изготовлению тканевых амулетов, а также рассказали о разновидностях и истории их создания. Наш корреспондент Анастасия Воронина познакомилась с этим интересным видом рукоделия и узнала, как сделать оберег своими руками. В психоневрологическом интернате «Островский» стараются поддерживать русские традиции. Ежедневно там проходят занятия, благодаря которым удается узнать что-то новое и интересное про быт нашего народа. Так в этот раз Расторгуевская библиотека пригласила интернатовцев на мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Кукол огромное множество. Все делались на разные случаи жизни. Есть куклы от болезни, есть куклы от хворей, есть куклы, сопровождающие ребенка от младенчества во взрослую жизнь. Есть куклы, которые дарились именно на свадьбу. Есть куклы-попучицы, которые даже передавались именно для путешествий, для благополучного его завершения. В сумочку куколки клалась частичка родимой земли, чтобы она сопровождала путешествующего. А перед тем, как приступить к занятиям рукоделия, заведующая библиотекой Татьяна Назарова рассказала об истории появления кукол-оберегов на Руси. Сейчас, конечно, нет никаких проблем с куклами, вообще с игрушками. Можно пойти в любой магазин детский, игрушечный и выбрать любую куклу, какая понравится. А раньше, в старинные времена, с этим, конечно, была проблема. Особенно в деревне не было никаких магазинов, где можно было бы купить игрушку. И игрушки все делали сами. Ознакомившись с теорией, приступили к практике. Решили мастерить традиционную тряпичную куклу-оберег под названием куватка, по преданию оберегающей от злых духов. Закручиваем в трубочку. Чем плотнее девочки, тем лучше. Договорились? Смастерив туловище, руки, ноги и голову, рукодельницы, выбрав понравившуюся ткань и нитки, начали наряжать свою куколку. Чтобы в результате получить красивую, главное, настоящую куклу-оберег, для этого нужно знать несколько тонкостей. Например, при изготовлении ее тела ничто не должно быть проколото иглой. А также кукла должна быть крестообразной и ни в коем случае не похожа на реального человека. Благодаря большому желанию, терпению и взаимопомощи с этим видом рукоделия удалось справиться всем. Как впечатление? Очень понравилось. А может быть, что-то сложно было особенно делать или нет? Да не очень, но, как сказать... На этом посещение библиотеки не закончилось. Гости, увидев небольшой музейный уголок, в котором представлены интересные вещи прошлых лет, заинтересовались. Татьяна Назарова показала многие предметы, рассказала об их назначении и даже разрешила подержать в руках. Аккуратней. Ну как, легко ли гладить? Да. Да, я думаю, что нет. Тяжеленький, тяжеленький. Вот это тяжеленький. В этот день воспитанницы психоневрологического интерната узнали много нового о русской культуре. Развили моторику и обрели индивидуальные амулеты, которые, верят они, несомненно, изменят их жизнь к лучшему. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошла финальная игра Кубка Московской области по мини-футболу среди любительских команд. На площадку вышли видновский клуб развития, а соперниками стали футболисты из города Лобня. История встреч команд насчитывает несколько матчей, и всегда они складывались в нашу пользу. Сегодняшняя игра является первой финальной игрой в Кубке Московской области. Соответственно, запас, если команда наша сегодня победит, нам будет полегче во второй игре. Если мы не создадим запаса, конечно, на выезде нам будет сложновато. Развитие, команда сплоченная, основной костяк игроков остается неизменным уже три сезона подряд. И все они в основном выходцы из профессионального спорта. Учитывая, что матч еще и домашний, наши спортсмены явные фавориты. И так, между прочим, считают и лобнинские футболисты. Мы очень сильный соперник, два раза им проиграли. Но это Кубок, мы будем пытаться выиграть. Для нашей команды это своего рода вызов. С первых же мгновений матча завязалась яркая и азартная игра на высоких скоростях. Спортсмены демонстрировали свои лучшие качества и бойцовский характер. И уже совсем скоро видновчане отправили в ворота соперника первый гол. Уже в первом матче цифры на табло свидетельствовали, что наши спортсмены на шаг впереди. Но соперник буквально дышал в спину и преимущество видновчан все же было минимальным. По словам капитана нашей команды Романа Султанова, во второй части встречи ребятам для победы нужно немного прибавить в игре. Немножко по собрану, я думаю, нужно действовать. Все-таки есть какие-то с концентрацией проблемы. Но в целом по игре, как я говорю, мы контролируем игру. Вот просто пропускаем мячи, как мне обязательно. А так в целом игра по большому счету с нашим преимуществом проходит. И правильная тактика вкупе с мастерством и спортивной удачей дали свой результат. На финишной прямой спортсмены видновского развития в упорной борьбе вырвали победу. 4-3 итоговый счет матча. Ответная финальная встреча состоится 31 марта в Лобне. 27 марта отмечается Международный день театра. К нему причастны все, кто создает сценическое искусство, начиная от кружков местной самодеятельности, заканчивая МХАТом, Ленкомом, Малым и Большим театрами. В центре досуга Дроздова играть и ставить хорошие спектакли тоже умеют. Ведь театральная студия «Волшебная страна», которая создана при центре, всегда готова порадовать местную публику интересными постановками. Поздравил актеров с праздником наш корреспондент Арсений Рогозянский. В театральном коллективе «Волшебная страна» играют одни лишь девочки. Такая особенность значительно сказывается на репертуаре. Приходится избегать пьес, в которых много мужских ролей. У нас чисто женский коллектив, поэтому какие-то пьесы приходится редактировать, переписывать. И, соответственно, приходится убирать какие-то откровенные любовные истории, потому что иначе это будет выглядеть, ну, скажем, прямо странно. Я противница, что Иванушку и Аленушку играют девочки. Однако на качество спектакля факт отсутствия в коллективе мальчиков никак не влияет. Напротив, актрисы меньше отвлекаются от репетиционного процесса. А ведь им предстоит достаточно плотный гастрольный график. «Девчонки справляются. С этим спектаклем мы достаточно много ездим. Уже получили самые разные дипломы и лауреаты, и дипломанты самых разных конкурсов. Вот сейчас, в ближайшие две недели, вывозить спектакль мы будем целых четыре раза». Такие фотографии есть в каждом семейном альбоме. На них изображены люди довоенных времен. Однако все перечеркнула война. В спектакле «Человеческий коридор» рассказывается о судьбах детей войны. И тем острее тема звучит в устах детей. Пьеса отнюдь не девича, но со сцены юные актрисы четко передают переживания людей, заставших войну. Ульяна Прошина занимается в «Волшебной стране» четыре года. За это время она сыграла немало ролей, но в пьесе «Человеческий коридор» и ее эмоции раскрываются по-особенному. Рассказать о ребенке, который наравне со взрослыми работал в военные годы, задача непростая. Девочка рассказала, как проходит подготовка коллектива к волнительным выступлениям. Естественно, артикуляционная гимнастика. И у меня конкретно нету ритуала, но мы все вместе всегда собираемся, делаем так называемые ручки, ладошки. Мы собираемся вместе руки, потом раз, два, три. И мне кажется, нам это помогает расслабиться и почувствовать себя увереннее. Ангелина Пугина тоже могла бы иметь актерский стаж в четыре года, однако в какой-то момент она покинула сцену на целых два. Но однажды поняла, что ей стало не хватать родного коллектива, который, несмотря на долгое отсутствие девочки, тепло принял ее обратно. Помимо этого, она считает, что театральное искусство дает необходимые коммуникативные навыки. Театр учит также общаться с людьми, потому что когда ты на сцене, тебе нужно не только просто говорить текст, нужно еще это делать выразительно, чтобы до зрителя дошло все это. Сейчас трупы готовят новый спектакль «Прощай овраг», где будет рассказано о судьбах брошенных домашних животных. Волшебная страна значит для всех ее граждан гораздо больше, чем просто театральная студия. В их спектаклях поднимаются серьезные темы, а сам коллектив вполне напоминает дружную актерскую семью. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видны ТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 28 марта, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков. Температура плюс 3 градуса. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»